В Москве проходят съёмки голливудского фильма «Максимальный удар». Одну из главных ролей играет легендарный Эрик Робертс. Он у нас в гостях сегодня. Привет! Я сказал, что вы легенда. Эрик, мы в эфире. До начала передачи мы немного поговорили о России. Вы уже далеко не впервые в нашей стране. Что вы думаете о русских девушках? Русские девушки. Ах, русские девушки прекрасны. Но у меня с этим проблемы. Я сильно женатый мужчина. Я восхищаюсь всеми женщинами. Но близко к ним подходить не могу. Знаете, в России сейчас наши политики рассматривают законопроект, разрешающий мужчинам иметь несколько жен. У нас в стране живёт много мусульман, и они активно продвигают этот закон. У вас в Штатах разрешены гей-браки. А у нас вот такая альтернатива в виде многожёнства. Я думаю, это прекрасно. Но, боюсь, моя жена не разделит моего энтузиазма. А что вы думаете о гомосексуальных браках? Я убеждён, что любой человек имеет право любить, жить и жениться на ком хочет. Если это гей-брак, да пожалуйста, что с того? А какой вы отец? Я имею в виду, волнует ли вас, кто встречается с вашей дочерью? Вы опекаете её? У нас вот как обстоят дела. Моя дочь очень независима и очень умна, а ещё она очень сильная, поэтому ей просто не нужна моя опека. У неё также есть на всё своё мнение, поэтому моё мнение по тому или иному вопросу для неё не столь важно, особенно если это касается других мужчин. Вы близки с дочерью? Да, очень. А как часто вы общаетесь? По телефону или скайпу? Каждую неделю, месяц? Если считать общение по компьютеру, то каждый день. Каждый? Да. А вы следите за ней по Фейсбуку? Я слежу за каждым её шагом. Ничто не ускользает от моего внимания. Это же мой ребёнок, и это удивительно. Она является вашей поклонницей? Вашего кинотворчества? Она делится со мной своим мнением. Как-то она посмотрела фильм, забыл, какой именно, и сказала, «Папа, а ты реально хороший актёр?» А я ей, «Спасибо». Из уст моей дочери услышать похвалу, сказанную так невзначай, было очень приятно. Вы снимались в последнем клипе барбадосской певицы R&B, Рианны. Это так? Вам важно работать с людьми, которые вам нравятся? Или вам всё равно? Вы профессионалы, это может быть кто угодно, страшная женщина, реструктивный режиссёр. Несмотря ни на что, вы выкладываетесь по полной. Или всё же вам важно, с кем работать? Мне абсолютно всё равно. Вот что мне важно. Десять лет назад я снимался в видеоклипе «The Killers», который посмотрела аудитория совершенно для меня новая, молодёжь. И этот видеоклип поднялся на вершины всех чартов. И тогда Мэрай Керри предложила мне сняться в её клипе. Я согласился. Этот видеоклип тоже стал хитом. Все они поднялись на первую строчку хит-парадов. Получается, я король видеоклипов. Кто бы мог подумать? Ариана, вам кажется привлекательной женщиной? Риана одна из самых привлекательных женщин на нашей планете. А у вас есть свой типаж женщины? Блондинки, брюнетки, высокие, низкие. Кто вам больше нравится? Я всегда был падок на рыжих. Ух ты, правда? Моя жена рыжеволосая. Вы верны себе. Мне и правда нравятся рыжие волосы. Мне нравится красный цвет, как клубника. По-моему, это очень сексуально. Знаете, что мне нравится у вас? Вы не красите волосы. У вас седина, как у Ричарда Гира, но вы не скрываете её, как тот же Пол Маккартни. Да мне в каждом фильме говорят, да покрась ты уже волосы, но я всегда отказываюсь. Почему? Где камера, которая снимает крупный план? Ты? Окей. Когда время не щадит тебя, и ты стареешь, лицо твоё грубеет. А матушка природа сглаживает увядание тем, что делает цвет твоих волос более светлым. Таким образом достигается гармония. Если ты красишь волосы, то весь твой облик будет более жёстким. Так-то вот. Нет, вы совсем не старые, кинозвёзды не стареют, они вечно молоды. У звёзд нет возраста, так что не кокетничайте со мной. Ну, хорошо. А как вы питаетесь? Моя жена веган. Так. И моя жена заставляет меня быть веганом, когда я дома. Я уважаю мою жену и уважаю её желанием. Она говорит, мы не имеем права убивать животных. Я говорю, ты абсолютно права. Но потом я приезжаю в Россию и первым делом съедаю свинью. Потом курочку и рыбу. А у вас есть уже любимое место в России? Может, любимый ресторан? Нет, и я не откажусь от ваших рекомендаций. Я не могу назвать вам какие-то конкретные места сейчас в эфире, так как это будет рекламой. Поэтому я сообщу вам после программы. Я знаю несколько очень-очень неплохих мест. Большое спасибо. А когда вы в пути, на гастролях или в путешествии, вы всё равно соблюдаете режим? Упражняетесь или едите правильно? Каждый день. Ну, это же скучно. Это моя жизнь. А когда вы в последний раз были в Миссисипи, в вашем родном штате? Я там родился, пробыл там три дня, а потом мы уехали, и с тех пор я ни разу туда не возвращался. Почему? Вы не скучаете по дому? Я там был всего три дня моей жизни. Как так получилось, что после развода родителей вы остались с отцом, а ваша сестра с матерью? Кто так решил? Решение приняла моя мама. Я знаю, что не так давно её не стало. Да, мама ушла от нас в феврале этого года. Это было внезапно? Ведь ей уже было за 80. У неё был рак лёгких, и она долго боролась с этой болезнью, но всё же умерла. Поэтому на протяжении нескольких лет мы готовились к тому, что можем потерять её в любой момент. Вы с Джулией Робертс не в самых лучших отношениях? Это неправда. Мы очень близки. Ну как, по слухам вы не ладите? Я её затащил в кино. Плевать на слухи. Вот вам настоящая история. Много лет назад Джулию Робертс все знали как младшую сестру Эрика, потому что я привёл её в кинобизнес. После съёмок «Красотки» на одной из пресс-конференций Джулию кто-то назвал младшей сестрой Эрика, и она вспылила. Я больше не хочу слышать это имя. И все сразу «О, да у них конфликт». Не было никакого конфликта. Она просто не хотела слышать моего имени на своей пресс-конференции. И всё. А где и с кем вы провели последний день благодарения? Дома у Джулии. Правда? В Малибу, да. Я читал про это, так что решил узнать, так ли это на самом деле. Кого это волнует? Но вы сами понимаете, что жёлтая пресса часто врёт? А какая самая страшная ложь была написана про вас? Самая популярная ложь – это приписывание мне романов с женщинами, с которыми я не встречался. Это происходит постоянно. Иногда говорят, что я гений. Неужели? Разве это не прикольно? Ну, не очень. Что ещё? Ну, думаю, это основное. Понимаете, моя жена очень крутая. Она очень спокойно на всё реагирует. Но я бы точно не захотел оказаться на её месте. В аэропорту ко мне подходят женщины и говорят, что хотели бы переспать со мной. А я им отвечаю, я вообще-то с женой иду. А они нам всё равно. У меня просто слов не остаётся. Я с женой. А так было всегда? Вы были популярны в школе? В школе я был президентом класса. Хотя в начальной школе я был совсем непопулярным, потому что я заикался. Правда? О, да. Но в старших классах я стал очень популярным. Был президентом восьмого и девятого класса. Но затем я перестал ходить на занятия. Почти завалил учебный год. И всё же после этого я не только вернулся в школу, но и закончил её с хорошими оценками. Так что всё закончилось хорошо. А что вы используете для развлечения? Мои развлечения – это работа, жена, еда. Еда – это здорово. А также путешествия. А ещё я люблю моих лошадей. Точно, у вас же есть лошади. А когда началось это увлечение? Мой дедушка разводил теннисийских прогулочных лошадей, поэтому в детстве я всегда был окружён лошадьми. И всегда мог кататься. А когда я повзрослел, то завёл аполузских лошадей. Ковбойских. Но это увлечение тоже прошло. А спустя какое-то время я познакомился с певцом Уэйном Ньютоном, у которого были белые арабские скакуны. Я увидел одну из его лошадей и воскликнул. О, боже, какая красивая лошадь! Он предложил покататься. Мы прокатились. И он сказал, ничего себе, да ты умеешь ездить на лошадях. И предложил мне выбрать лошадь. Я, естественно, отказался. Ответил, что не могу позволить себе купить такую лошадь, они слишком дорогие. А он такой, да нет же, я дарю тебе. Я сказал, что мне нравится одна кабула. Он сказал, она твоя. И прислал мне её беременную. Беременную? Да, так что я получил сразу двух лошадей. Супер. А как вы относитесь к скачкам, лошадиным бегам? Я буду с вами откровенен. Я люблю смотреть скачки. Но это не очень гуманно по отношению к лошадям. Почему не гуманно? Это тяжёлая нагрузка? Лошадь длительное время пребывает в одиночестве. Но мы все знаем, что лошади стадные животные. Они любят общение. А скаковые лошади часто вынуждены находиться в одиночестве. Они много ездят и путешествуют, но у них никогда нет друзей, нет своей пары. Они не рожают жеребят. И при этом им приходится постоянно участвовать в забегах. Это тяжёлая жизнь. Но в конце концов, кто я такой, чтобы судить? Не мне судить. А вы играете в азартные игры? Играю ли я? Нет. Это пустая трата денег. А я люблю свои деньги. Но вы были в Лас-Вегасе? Конечно, много раз. Зачем тогда? Я там снимался. Я снялся в шести фильмах в Лас-Вегасе. Вам нравится ходить в кино, или вы устали от фильмов? Я обожаю кино, старик. Хорошо. Вам нравится кино, потому что это ваша жизнь, работа. А в кинотеатры вы ходите? Постоянно. Моя жена смотрит все киноновинки. Она приходит домой и говорит мне, ты должен посмотреть вот это, это и это. Не ходи на это, не ходи на топ. А телевизор смотрите? Постоянно. Я смотрю новости. Только новости? Ни ситкомы, ни сериалы? Нет. Я смотрю новости и спорт. А какой вид спорта? Американский футбол. А как вы относитесь к тому, что в последнее десятилетие, ну, 5-10 лет точно, лучшее, что делается в киноиндустрии, делается на телевидении. Драма, ситкомы, ТВ-шоу, а не на большом экране. Кино отошло на второй план. Что вы об этом думаете? Так многие считают? Я не понимаю, что? Лучшее, что производит Америка в области киноиндустрии и развлечений, делается на телевидении. О, это абсолютная правда. Они на большом экране. Это так, это правда. Америка инвестировала свои лучшие ресурсы, деньги и таланты в телевидении. И это работает. Посмотрите, у всех есть телевизор. Вот где крутятся деньги. Телевидение. А у вас есть любимый ситком, комедийный сериал? Друзья. Друзья? Классика. Но они закрылись уже 10 или 15 лет назад. Я смотрю повторы. Мне все равно по правде. Я смотрю друзей, когда я в Штатах, почти каждый день. Серьезно? Да, полчаса каждый день. А как же Сайнфилд? Обожаю Сайнфилд. Но друзей люблю еще больше. А вы встречали их самих в жизни? Вы имеете в виду актеров? Конечно. Всех. Мне казалось, что там есть пара эпизодов, в которых вы снились, нет? Нет. Значит, я ошибся. Но я точно помню, что вы появлялись в каком-то ситкоме точно. Ой, у меня их столько было. Боюсь, я даже не вспомню, какой именно вы имеете в виду. Но я не снимался в Друзьях, хотя с радостью бы это сделал. С большим удовольствием. Как вы считаете? Вы смешной? Быть смешным – это часть вашей профессии, или оно дается вам само собой? Я вообще не думаю, что я смешной. Но вы умеете развлекать людей, смешить людей, ведь так? Только если у меня есть хороший текст. Если нужно самому придумывать шутки, то нет. Если мне скажут, что сказать, да, я могу быть очень убедителен. У вас есть какие-то сожаления по поводу выбора фильмов или сериалов, в которых вы снялись? Сожалеете ли вы о каком-нибудь выборе? Абсолютно никаких сожалений. Я получал невероятное удовольствие от работы над всеми моими проектами. И заодно повидал мир на халяву. А у вас есть интуитивное чувство, каким выйдет фильм в итоге? Когда вы еще работаете на съемочной площадке, вы можете предсказать, что это будет отличное кино? А это так себе. У вас есть такое предчувствие? Всегда думаешь, что знаешь, каким будет фильм. И в половине случаев ты угадываешь. Но в то же время, в половине случаев ты заблуждаешься. Давайте поговорим о фильме «Максимальный удар», в котором вы сейчас снимаетесь. Какие у вас предчувствия насчет него? «Максимальный удар» будет мегахитом. Самым крутым экшн-фильмом, пожалуй, самым насыщенным экшн-фильмом, в котором я когда-либо снимался. Правда? Я сам в экшене не участвую. Я говорю про фильм. Я же играю серьезного парня в костюме. Я попадаю в переплет, только в конце. Бум, бум, бум. Но на протяжении всего фильма будет много экшена. Очень круто. Вы играете отрицательного персонажа? Ну, все относительно. Никогда нельзя сказать наверняка. Я не считаю себя плохим. Вы всегда играете плохих парней в фильмах. Есть только один способ сыграть плохого парня. И это делается так. Отрицательные персонажи никогда не признают себя таковыми. Ты никогда не играешь злодея с таким лицом. «Я злодей». Нет, ты играешь отрицательного персонажа, который убежден, что он хороший. Да, я делаю плохие вещи, но я не такой. А, сейчас. Да, я делаю плохие вещи, но не я такой. Жизнь такая. Они сами не считают себя плохими. И это надо помнить. Вы помните случаи, когда вам предлагали роли, от которых вы отказывались, а потом пожалели об этом? Я, честно, не знаю. Точнее, не помню. Наверняка что-то подобное было, но мне в голову не приходит ничего конкретного. Мне предлагают фильмы каждый день. Так что мне много кому приходится отказывать. Александр Невский, который играет главную роль в «Максимальном ударе», когда вы с ним познакомились? И как это произошло? Когда вы познакомились? Мы познакомились, когда я приехал сюда сниматься в кино. Привет. Ну и завязалось. То есть вы не знали друг друга до этого? Смотрите. Александр Изотов. Да, продюсер картины Александр Изотов. Александр Изотов мой босс. Он меня уже много раз привозил в Россию. Мы с ним работали несколько раз. Я помню один фильм, который он продюсировал с вами. Но не важно. Мы традиционно заканчиваем нашу программу следующей игрой. Она называется «Игра в правду». Как это работает? В красном мешочке лежат камни. Вы вытягиваете один камушек. Сейчас? Да, самостоятельно. Я понял, понял. Покажите мне цвет вашего камушка. Не-не, надо выбрать только один. Хорошо, кладу обратно. Это желтый. Положите обратно. А теперь выбирайте любую желтую карту. Вам придется мне довериться. Вопрос написан на русском. Так что я его вам зачитаю. Вы когда-либо притворялись спящим? Я просто не знаю, принято ли у вас в Америке уступать место в поезде или общественном транспорте беременным женщинам и пожилым людям. Вопрос такой. Притворялись ли вы когда-либо спящим, чтобы не уступать место в транспорте? Никогда. Я бы никогда так не сделал. А вы вообще когда-либо ездили на поезде или автобусе? Да я, можно сказать, вырос в автобусе. Я постоянно пользовался автобусом в детстве. Вообще, вплоть до 22 лет я каждый день ездил в автобусе. Правда? Да. Так что у меня есть опыт в этом деле. И да, я всегда уступал место любой женщине, беременной или небеременной, или пожилому человеку. Обязательно. А когда последний раз вы пользовались метро? Да постоянно пользуюсь метро в Нью-Йорке. Серьезно? Постоянно. Почему не такси? Потому что на такси медленнее. Я представить не могу Эрика Робертса в метро. Наверняка люди постоянно просят автограф. Нет лучше места в мире для знаменитости, чем Нью-Йорк. Потому что все узнают тебя и делают так. Правда? Ага. А в Лос-Анджелесе по-другому? Везде, в остальных местах по-другому. А вот в Нью-Йорке вот так. Потрясающе. Всего будет три вопроса. Вытягивайте второй камень. Он белый. Белый означает, что вопрос задаю я. Я могу вам показать, что вот здесь пусто, поэтому вопрос любой. Вы можете вспомнить самый глупый или самый раздражающий вопрос от журналиста в вашей жизни? Да, самый ужасный и раздражающий вопрос. Что не так в ваших отношениях с сестрой? И каждый раз я отвечаю. 20 лет назад она снималась в красотке и так далее, и так далее. И повторяю историю снова и снова. Каждый божий раз. Не так жаль, что я задал вам этот вопрос. Ничего страшного. Все так делают. Это еще и самый мерзкий вопрос. Потому что если я скажу, да, я терпеть не могу свою сестру, они бы потом мусолили эту новость целую вечность. Заголовки везде и повсюду. Но когда я говорю, что все отлично, всем плевать. Я люблю свою сестру. Я люблю свою вторую сестру. Я люблю их детей. Люблю своих племянниц и племянников. Люблю их всех очень сильно. Но всем пофиг. Если бы у нас были плохие отношения, все бы об этом говорили. Я ненавижу ее. Неужели? В этом и заключается сила слуха или сплетни? Забавно. Если когда был слух, его практически невозможно убить. Да. Итак, последний камешек и последний вопрос. Окей. И это красный. Красный. Любая красная карта. Осторожно, это непростые вопросы. Обычно красные – это провокационные вопросы. Расскажите о своем худшем свидании. Так, пытаюсь вспомнить, как свидание-то. по-английски. Расскажите о вашем худшем свидании. О чем? Свидание, когда вы приглашаете девушку на свидание. А, худшее свидание. Да, худшее свидание. Наверное, еще в школе? Да, я был в последнем классе старшей школы. Я пригласил на свидание девушку, которая только недавно переехала в наш район. Мы поехали на свидание от моего дома, а потом я должен был довезти ее до того дома, где они поселились с родителями. То есть мама довезла ее до моего дома, а потом мы поехали кататься на машине, и я должен был завезти ее домой. У нас было шикарное свидание, просто великолепное, но по пути домой мы заблудились, потому что она еще не освоилась, попросту не знала, где ее дом. А при этом и ее родители, и мои родители все думали, что она покажет мне дорогу домой. Тогда еще не было сотовой связи? Только автоматы на улице. И вот мы наматываем круги и не знаем, где мы, ни телефона, ничего не можем найти. И мы так долго искали дорогу, что домой я привез в результате к трем часам ночи. И нам пришлось, скажем так, очень долго объясняться. Уж представляю. Но проблема в том, что мы не делали ничего плохого, мы просто потерялись часов на пять. Но мы были детьми, глупыми. Мы не догадались постучаться к кому-нибудь домой и попросить телефон. Нас бы обязательно пустили и дали позвонить. Вместо этого мы просто наматывали круги в панике. Дети, что с нас было взять? Неплохой сюжет для сцены из фильма про подростков. Ну что ж, я думаю, что с такой звездой, как Эрик Робертс, боевик максимальный удар будет иметь успех. Тем более, что Александра Невского мы знаем. И знаем, что он сам по себе, в общем-то, гарантия того, что это будет зрелище. А уж с Эрик Робертсом, ну, в общем-то, что не хочется посмотреть с ним. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.